Добрый день, милые люди! С вами Монастырская кухня. Олег Робинов и Максим Сырников. Олег, сегодня давай приготовим с тобой яблочный пирог с медом и овсяными хлопьями. Здорово. У нас еще есть гречневые хлопья. И с гречневым хлопьем мы приготовим зразы картофельные. Ну, то есть гречневый картофельный. Прекрасно. Интересно. Ну, давай начнем с тобой с пирога яблочного. Я знаю, что ты очень любишь тереть на терке. Вот натрри, пожалуйста, на терке два яблока. Что такое? Что ты вздыхаешь? И они становятся гораздо меньше. Вот если вдруг оказалось, что мелких нет и средних нет, а нужны именно мелкие. А когда Олег натрет яблоки, добавит их сюда, вот в эту самую миску, я пока подавлю масло, у нас основные ингредиенты этого пирога, это яблоки, овсяные хлопья, растительное масло и мед. Сейчас, сейчас. Ну, расскажешь, что ли. Хорошие у нас яблоки, очень сочные. Яблоки, ну, вот то, что, сорт такой кислых яблок зеленых, сейчас, конечно, сезонные яблоки, какую-нибудь Антоновку русскую, найти невозможно, но вот то, что называется Грэнни Смит, хотя под Грэнни Смит очень часто продается, под видом Грэнни Смит продаются яблоки совершенно иных сортов, но главное, что вот они зеленые и такие кисло-сладкие, при том, все-таки, больше в сторону кислоты оттенок, вкусований. Да, это хорошо, приятно, когда яблочки с кислинкой. Да. Дай, пожалуйста, ложечку еще. Пожалуйста. Еще раз, растительное масло. Яблоки кислые, ну, кисло-сладкие. Пару ложек столовых меда. У меня мед густой, гречишный сегодня. Я всегда все-таки предпочту для выпечки мед светлый, жидкий, такой не сильно закристаллизованный. Ну, вот так получилось, что сегодня гречишный мед, он тоже в дело пойдет, конечно, особенно вот вкупе с кислыми яблоками. Вот если бы выпечка была целиком такая медовая, основанная на вкусе меда и на аромате меда, я все-таки взял бы мед жидкий и светлый. Да, такой вот нейтральный, что называется. Размешиваю до однородности, добавлю обязательно щепотку соли. Я тут, Максим, попробовал эспарцетовый мед. Эспарцетовый. Он прям вообще вот кремообразный, то есть слабо похож на мед. Ну, кремообразный, это вовсе не может быть не из-за того, что он эспарцетовый, а из-за того, что его на центрифуге обработали. Сейчас вот такая модная очень история, когда мед, чаще всего мед не очень качественный изначально, его на специальных аппаратах, ну, такой напоминающийся центрифугу, прокачивают, и он становится вот как раз такой кремообразный. Потом туда можно добавлять любые ароматизаторы, чем недобросовестные производители пользуются. Ну, в общем, это не показатель качества кремообразности меда. Скорее наоборот. Посмотрите, что я сделал. Я размешал яблоки с медом, с растительным маслом, добавил туда соли. Я добавляю хлопья овсяные. Ну, и совсем немножко пшеничной муки высшего сорта. Ну, сладость уже здесь за счет меда присутствует, но все-таки я думаю, что надо будет добавить немножко еще и сахара, сахарного песка. Прямо такое тесто у нас. Ну, это и есть тесто. Слово тесто вообще вот такой терминологии русской кулинарной старой, это вовсе не обязательно то, из чего потом что-то предполагается выпекать. Ну, ты знаешь историю про калужское тесто, я уже много раз говорил. Да, что? Калужское тесто, что такое? Это смесь сухарей ржаных, ну, состав, на самом деле, изначально вот этого, изначального калужского теста, которое, ну, вот известно, что граф Посемкин очень любил калужское тесто и посылал даже во время путешествий своих с Екатериной Второй там по Новороссии, у него гонцы в Калугу вот за две тысячи версты ехали для того, чтобы ему доставить калужское тесто. И вот это самое традиционное калужское тесто, которое было очень популярно где-то примерно с середины 18 века в России и вплоть до 1917 года, когда, к сожалению, вот такая трагическая участь постигла купеческую семью, ну, держащую монополию, как мы сейчас сказали, на приготовлении калужского теста в городе Калуге. Почему вот, опять же, повторюсь, что рецепт утерян у нас? Но мы знаем, что там точно были ржаные сухари, в состав входили, мед, ну, вероятно, какие-то сухие ягоды, еще там пряные добавки и прочее, прочее, прочее. И это была такая масса в виде густого теста, но никакого там дальнейшего запекания не предполагалось. Она сама по себе вот была вкусна и очень популярна в России, еще раз говорю. И вот из города Калуги по всей России партии калужского теста распространялись и продавались в кондитетских лапках. Ну, и действительно, вот это абсолютно подтвержденное, что называется, документальное история, что граф Потемкин из Новороссии, ну, это 60-е годы, 18-го века, нарочно отправлял, там, гонца отправлял в Калугу за этим самым тестом. Так что слово «тесто» это нечто такое более широкое, чем просто вот мучная такая заболка, которая потом предполагается из нее там хлеб, пирог, там, блины и так далее. Я все-таки добавляю пшеничную муку. Тебе, Максим, нравится город Калуга? Очень нравится. Я очень люблю Калугу. Очень люблю Калугу. Я добавлю в тесто разрыхлитель. В данном случае, как и всегда у меня, это просто сода. Я немножко ее разведу водой, чтобы она без комочков разошлась по тесту. Вот я теперь вот это тесто уже с добавленным разрыхлителем перекладываю в форму. Мы с тобой любим овсяную выпечку, правда? Да, очень. Я думаю, с яблочком это будет прекрасно. А с яблоком это будет прекрасно. Еще и мед. Ну и примерно таким слоем где-то в два с половиной сантиметра распределяю по форме. Я сейчас вот натирал яблоко и вспомнил, я в детстве очень любил, тоже натирал себе яблоко и с сахаром. Ну, грязи. А с морковкой еще? С морковкой не ел, да? Отправляю пирог в духовку. Температура 175-175 градусов. За полчаса он приготовится, ну, может быть, максимум 35 минут. За это время мы приготовим те самые зразы, зразы картофельные с хлопьями уже гречневыми. Пирог с яблоками и овсяными хлопьями. Яблоки натереть на крупной терке. В большой миске смешать растительное масло, яблоки, мед и щепотку соли. Смешать до однородности. Всыпать овсяные хлопья и муку. Чуть сахара. Добавить соду, разведенную в ложке воды. Замесить тесто. Выложить его в форму с бортами, чтобы получился корж толщиной 2,5 сантиметра. Выпекать 30-35 минут при 175 градусах. Ну вот, Олег, давай приготовим то, что можно назвать зразами. Ну, тут такой с некой натяжкой. Ты знаешь, что такое? Мы с тобой обсуждали как-то зразы, готовили, что такая вот польско-литовская изначально. Кухня. В еврейской кухне тоже есть. Вот варианты зразы тоже под этим уже названием. Вашкинавской. Но как-то перекочевало это сразу. И в 19 веке на западе Российской империи был популярный везде. По сути-то, что это такое? Это вот некий такой пирожок, обжаренный, запеченный, с начинкой. Либо с мясной, либо с постной. Чаще всего из картофельного такого теста. Хотя, я думаю, что до этого и картофель-то в общем-то не употреблялся. А какая-то другая была основа. А мы сейчас с тобой... Наверное, это не совсем зраза, то, что мы сейчас с тобой сделаем. Но давай, ладно, пускай будет пирожок, в конце концов, картофельный с гречевыми хлопьями. И начинкой. Вот что я делаю. У меня картошка отваренная есть. Вот одна картофельная, полторы точнее, которая нарезана уже ломтиками, я растолку деревянной толкушкой. Я напомню, конечно, у нас сегодня постные, постные издразы. Если бы они были не постные, я бы добавил бы и яйцо, и сливочное масло, потом сметанку бы еще полил бы сверху, молочка бы добавил бы сейчас сюда. Но вот вся эта роскошь сегодня неуместна, и поэтому просто толченый картофель. Итак, ростолок картошку. Добавляю гречневые хлопья. Вот такой новый продукт относительно недавно появился. Это, по сути, те же самые хлопья, которые овсяные, к которым мы привыкли давно, под названием геркулес. Но это то же самое, только из гречневой крупы. Продаются сейчас повсеместно, очень рекомендую их использовать. Мы часто с тобой, особенно поначалу, я помню, прям очень часто их использовали. Подсариваю. Добавляю еще чуть-чуть совсем. Вот буквально щепоточку пшеничной муки высшего сорта сюда. Чуть-чуть растительного масла капну. Ну, там, столовую ложку. И воды. Тоже совсем немного. И сейчас вот из этого всего я сделаю такую массу. Картофельно-гречневую. Максим, а когда это такое вот называют котлетами, это совершенно неграмотно, да? Ну, нет, это совершенно неграмотно, потому что, ну, во-первых, котлеты, это, извините, слово французского происхождения, слово кот, что значит ребро. То есть изначально котлеты – это кусок мяса на ребре. Вот в чем особенность Пожарский котлет была когда-то? Почему ее так заприметили в Российской империи? Почему все проезжие путешественники мимо Торжка, города Торжка останавливались в гостинице Дарьи Пожарской? Ты знаешь, что и Гоголь, и Пушкин Александр Сергеевич, и все, ну, началось-то с государя. Притом мы даже точно толком не знаем, что за государь был. То ли Александр Первый, то ли Николай Первый. Кто-то из них остановился в городе Торжке, в той самой гостинице Дарьи Пожарской. И впервые попробовались котлеты, которые очень понравились. А смысл их был в том, что это были непривычные куски мяса, отбитые, запанированные на косточке, а это было рубленое мясо, ну, то есть фарш. Появилась традиция в русском быту, и только в русском быту, готовясь котлетой и изрубленного мяса. Но обязательно все равно сначала вставляли в реберную косточку для того, чтобы просто оправдать название. Вот если вы до сих пор, предположим, где-то в Европе, там, в любой точке мира, кроме России, закажете в ресторане котлету, вам никогда не принесут ничего изрубленного мяса. Вот только кусок мяса на кости. Не важно, что это будет за котлета. Ну и осталось положить начинку. Мы с тобой как-то готовили с грибной начинкой подобные изразы. Сегодня будет начинка другая. Сегодня в качестве начинки я хочу использовать необычную, очень вкусную новинку от дяди Вани. Икру из баклажанов с черносливом. Обязательно попробуйте. В ее составе только свежие качественные продукты. Дядя Ваня выручает не только в пост, но и когда мы не можем провести много времени на кухне. Это просто ложечка. И вот я выкладываю такую овощную начинку постную в центр каждый. Лепешки. Лепешки. Хотел сказать, потом поснялся, потом все-таки решил, что да, лепешки, конечно. Осталось только теперь закрыть их и обжарить. Ну вот у меня сковородка греет. Аккуратненько надо закрыть каждую лепешечку. Не защипать ее, как будто на манер пирожка. В общем-то, по сути, так оно и есть. Подровнять. Мне кажется, это будет очень вкусно. Ну, я в этом уверен, абсолютно. Ну и дальше вот осталось только снять с доски, отправить на сковородку и обжаривать до такой полуготовности. Потом мы доведем уже до ума блюдо духовки. Ну вот еще раз повторюсь, что у нас яйца-то здесь нет, поскольку блюдо постное, поэтому надо вот аккуратно быть при защипном. Вот у меня легкая трещинка образовалась, но это на самом деле никому не повредит и не помешает ничему. Но тем не менее, если мы хотим, чтобы у нас было безупречно, то надо очень аккуратно закрывать. Ну вот так. Заколеруем с одной стороны, с другой стороны и отправим доводиться до готовности духовку. А в духовке у нас уже поднимается пирог, яблочный пирог, напомню, с овсяными хлопьями. Примерно в одно и то же время у нас будет это готово, пока мы будем с тобой с удовольствием пробовать, надеюсь, с удовольствием пробовать постные зразы с овощной начинкой, успеет остыть пирог яблочный, овсяный, и мы с тобой еще и чаем, заварим чаю, завершим нашу трапезу с яблочным пирогом. Зразы из гречки. Растолочь в миске картофель, оставив небольшие кусочки. Добавить гречневые хлопья. Подсолить и всыпать щепотку пшеничной муки. Добавить растительное масло и пару ложек воды. Смешать в массу. Разделить ее на две равные части. Присыпать мукой и сделать лепешки. Выложить на них овощную начинку и закрыть, как пирожок. Обжарить в растительном масле до полуготовности с двух сторон. Затем переложить в форму и запекать 15 минут при 175 градусах. Олег, давай-ка попробуй сразу тебе какую? Левую или правую? Самую вкусную. Самую вкусную вот эту, безусловно. Вставляй тарелку. Отлично. Ну, я тут же ее попробую. Обязательно. Ну, по-моему, вкусно. Мне очень нравится сочетание вот этой картофельной сразу с гречкой. Да. С гречневым вкусом. А еще начинка есть? Да, я вот до нее еще не добрался. А я хочу добраться поскорее. И видишь, что главное, что хлопья, они в этой самой картошке разошлись. Да. То есть они не разварились полностью. Я поэтому и говорю с гречневым вкусом. Очень вкусно. Действительно получается картофель с гречневым вкусом. Да. Ну и что, такая кисленькая начинка овощная? Очень вкусно. Угу. Все в целом просто идеально. Ну вот, я почти все съел. Ну, умница. Давай я тогда разрежу пирог. Отлично, я сразу. Отлично. Отлично. Попробую пирога. Олег, я забыл приукрасить нашу действительность. Давай вот я посыплю пудрой тебе прямо в тарелку. Угу. Не всегда это уместно, прямо скажем, но здесь почему бы нет. очень яркий медовый вкус. А яблоко? Вот пока не распознал. М-м-м, да. Но мед, вот как раз это гречишный же мед, да? Да. Он очень такой, имеет сильный вкусовой оттенок. Нет, прекрасный. Очень вкусный. Пирог замечательный. Вот, Олег, я бы так с иронией некой отнесся к посыпанию сахарной пудрой. Да, конечно, такая традиция и в России, и за ее пределами посыпать все сахарной пудрой в любое коническое изделие, ну, практически любое. Вот. Но в этом есть, так сказать, некий смысл, когда бывает такое, что вот не сладко, немного сахара, или там мед или чего-то еще сладкого закладывается в тесто или куда-то еще. И в то же время требуется, ну, некое такое дополнение сладкое. А сахарную пудру можно легко стряхнуть. Да. Вот не хочешь? То есть, как бы, регулировать сладость по своему, на свое усмотрение. В этом есть некое преимущество. Об этом мало кто задумывается, но тем не менее, это так. Максим, хочу добавить, что здесь еще вот масло чувствуется приятно. То есть, мед сейчас поступает в такую гармонию с маслом растительным. Совершенно. Я понимаю, о чем ты говоришь, да. Ну, и вот вернемся к сахарной пудре. Сахарная пудра, конечно, это не идеальное, прямо скажем, такое покрытие для кондитерского изделия, для будь что угодно. Это пирог, пирожное, печенье, кекс там и так далее. Кулич даже, например. Вот. И, конечно, мы все-таки с вами больше любим, когда кулич ну, я, кстати, и не видел, чтобы кулич посыпали сахарной пудрой. Ну да, ну, нет, посыпают, на самом деле, чем только. Посыпают, ну, можно. Но сахарная пудра, это такое уж, как совсем, когда ничего больше нет, когда лень, не то, что ничего нет, а когда лень сделать простейшую глазурь, которая делается с той же самой сахарной пудрой. Ну, добавь немножко лимонного сока. Ты прекрасно показывал с лимоном. Или белок, или без белка можно делать постную, кстати сказать, глазурь, лимонный сок с сахарной пудрой. Так что еще раз скажу, что покрытие всяких вот таких вот тут глазури, помадок для выпечных изделий существует масса, и не стоит ими пренебрегать. Сегодня я расскажу про необычный набор, где есть все для украшения пасхального стола в едином стиле. Набор Рустик от Домашней Кухни интересен не только своим дизайном, но и тем, что содержит безглютеновую смесь для выпечки кулича. Выберите набор на сайте сделайбокс.ру Спасибо тебе, Максим. Ну, спасибо тебе, Олег. Друзья, спасибо вам. С вами была, напомним, Монастырская Кухня Олег Робинов, Максим Сырников. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. С нами вкусно и интересно.